В нашем регионе в широком формате начата работа по проведению в порядок вывесок и фасадов зданий. Старт этому процессу дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Ремонт фасадов, проведение к единому стилю вывесок, рекламных конструкций на зданиях, все это сегодня в центре внимания. И не случайно, пройдя по улицам Саратова, мы видим, что зачастую собственники недвижимости не следят за внешним обликом своего имущества. Фасады зданий обшарпаны и уже давно не видели косметического ремонта. Кроме того, в городе еще остались места, где вывески не соответствуют требованиям правил благоустройства города. Чем мы занимаемся сейчас? После того, как у нас уже в принципе только был принят проект о запрете размещения вывесок на иностранных языках, мы создали такую интерактивную карту, она доступна для районных администраций, для удобства нашей работы. То есть мы более глубоко сейчас и тщательно непосредственно комитетом по архитектуре проходим каждую улицу. Вот сейчас мы отработали 14 центральных улиц, у нас везде нанесены все вывески, которые мы видим, которые у нас в нарушении правил благоустройства. Если мы уже видим вывески, которые размещены на иностранных языках, мы также их отображаем. Мы эту работу нашу отправляем также в районную администрацию, для того, чтобы они сейчас уже могли выходить, ну и проговаривать с собственниками, чтобы было понимание, а кто готов, но не готов поменять эти вывески. На 14 центральных улицах 140 вывесок мы вывели, которые не соответствуют у нас требованиям. Из них вот 61 вывеска, это с использованием иностранных слов, так как улицы у нас сейчас, центральные улицы в нескольких районах, это вот Октябрьский, Волжский, Хрунинский район. Ну и в параллельно еще другие районы, то есть это и Гагаринский, и Заводской, и Ленинский, они точно так же вот уже прошли 120 объектов, проговорили со 120 собственниками по поводу того, чтобы они приводили вот по возможности вывески, которые расположены на иностранных языках, уже проводили замены. Правильно я понимаю, что работу с, как вы выражаетесь, с собственниками вы начали по замене вывесок на иностранных языках, вы начали еще до того, как эти требования введены? Да, то есть тот мониторинг, который мы проводим сейчас вообще, в принципе, по вывескам, и там, где мы видим, что они уже расположены на иностранных языках, но они не соответствуют требованиям, у них не та высота или у них не та длина, то уже, конечно же, разговаривают с собственниками администрации, ну, вывеску так и так нужно приводить в соответствие, менять, и разговаривать с ними о возможности, естественно, уже ее замены, именно установки на русском языке. Вы скажите, вот эти 120 вывесок, которые проведена работа, это, я так понимаю, те, которые все равно менять, как вы говорите. А как относятся предприниматели те, которые только что поменяли вывески в соответствии с действующими правилами благоустройства? Вы показывали на фотографиях, они действительно были много на иностранном языке. Как эти предприниматели относятся к новому требованию о том, что теперь им еще раз нужно поменять свои вывески? Ну, предприниматели относятся по-разному, но так или иначе, никто не уходит от диалога, все все равно прекрасно понимают, что, ну, как у нас есть требования, которые устанавливаются, и которые необходимо выполнять в любом случае, поэтому кому-то просто нужно время, ну, кто-то говорит про время, что нам дайте время, какой-то промежуток, что мы не готовы действительно на кого-то финансирование, у кого-то еще что-то, ну, в основном, конечно, вопрос финансирования, вот, поэтому просто просят время, чтобы ни сегодня, ни завтра, административную ответственность пока мы наложить не можем, потому что у нас сейчас еще не принято, не установлено, поэтому просят, как правило, временной какой-то промежуток времени. Спасибо. Я помогу, Анастасия Владимировна, с 19-го года идет в целом работа по замене вывоз, касающейся дресс-кода, да, или внешнего вида, а вот то, что касается русского языка, норма, которая, если будет принята городской думой в несении вознеправок, вступит в силу с 1-го марта, поэтому вот с 1-го марта мы тогда уже можем говорить о тех функциях, когда они вступят в силу о запрете. Нужен подготовительный этап для того, чтобы они могли поменять, потому что это затратно, это раз, да, это у многих связано с юридическими документами, они там есть привязки, это тоже смена ряда юридических документов. Вы как считаете, ну, год-полтора, это достаточно будет для бизнеса, без потерь для себя, где в финансовом, как бы, смысле, да, провести такую работу? Ну, смотрите, я скажу по опыту уже, в принципе, документов, которые мы уже приводили, те же самые утверждали, когда правила благоустройства, когда мы в 2019 году тоже правила благоустройства утвердили, мы тоже давали переходный период, то есть это где-то, ну, в течение, ну, там, полугода мы все равно людям давали, но это самое меньшее, вот, полгода, чтобы они привели вывески в соответствии с требованиями. Проводился ли какой-то анализ по ценам на эти вывески, то есть, чтобы понимать, какая нагрузка финансовая ляжет на предпринимателей, поскольку есть средний и малый бизнес, но для них это будет существенно. Ну, вы знаете, я скажу так, что нам, наверное, как администрации сложно какой-то прям срез по ценообразованию сделать вывески, потому что каждый предприниматель, ну, где-то есть вывески по индивидуальным заказам, делается, как правило, это вывески индивидуального заказа, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то она с подсветкой, поэтому сложно сказать, вот, ценообразование, проведя вот такой срез. Рассматривается временной период, это полгода, да, для переименования этих вывесок, а не рассматривался другой промежуток, допустим, вот, как сказал коллега, там, год-полтора, допустим, увеличить, чтобы, получается, у нас с 1 марта уже вступит в силу и начнут штрафовать. Все равно за полгода, ну, вряд ли прям все возьмут и приведут в соответствие. Даже если дать людям год, все равно всегда будет еще очень много вывесок, которые и спустя год, и спустя два года, но мы с 2019 года этим занимаемся, и все равно есть вывески, которые необходимо приводить в соответствие. Поэтому растянуть этот промежуток на более долгий какой-то период, я не знаю, насколько это целесообразно, потому что сколько ни дай, все равно в любом случае не сразу, кто-то сразу, кто-то ответственно сразу поменяет, кто-то нет. Я полагаю, что использование вывесок на иностранных языках – это, вообще говоря, вопрос моды. Большинство присутствующих в этом зале должны прекрасно помнить, чем в СССР закончились попытки, как они смешно выглядели, нелепо, когда мы пытались регулировать вопросы моды какими-то запретами. Это было настолько смешно, и чем теперь дело закончилось. Я, значит, полагаю, что использование такого инструмента, как нормативный акт, совершенно неприемлемо в данной части. И давайте мы с вами вспомним, откуда у нас появилась мода на иностранные вывески, иностранный сленг – это мода 90-х годов, нулевых годов, когда на наш рынок пошли иностранные товары, фильмы, когда мы упрочили в своих словах иностранный диалект, иностранное произношение, слова стали говорить на иностранных. Тем самым, знаете, запустили такой самый печальный механизм, механизм, который искреняет наш родной русский язык. И вот мы говорим о том, что мода – мода. Мода диктуется общество, и общество сейчас запрос на свое родное. Не может быть в моде, да, в русском языке. Преклонение перед иностранными вот этими вывесками у нас оно пошло с 90-х годов, и даже не преклонение, раболепие. Вот, понимаете? И мы сейчас от этого как бы уходим. Вы правильно сказали, когда пошли дешевые ширпотреб, да, вот это вот раболепие перед всем западным, оно вот сказалось в том числе и на вывесках, и на русском языке. Нам есть чем гордиться. Нашим, русским. И это не мода. Это люди начинают понимать, отходить от этой западной вот этой всей пропаганды, в том числе от этих вот названий, да, и понимать, что у нас в России есть чем гордиться. И все должно звучать на русском языке. Поэтому мы не говорим про моду, мы говорим про русский язык, про наш язык, да, про нашу культуру, а не про культуру европейскую. А эти вывески в том числе несут и европейскую культуру, которая нам не нужна. Я считаю, что нужно тщательно проработать этот вопрос с предпринимателями, это в частности с малым бизнесом, поскольку на их плечи это ляжет. Мы не должны забывать, что не так давно прошла пандемия и другие факторы постпандемийные, они тоже, соответственно, это время легло на плечи предпринимателей. Санкции, и сейчас мы видим, что увеличилась кадастровая стоимость, это тоже бьет по кошельку предпринимателей. Мое мнение таково, что сейчас это не время, поскольку в городе достаточно много проблем, более важно. Я думаю, что этот вопрос нужно отложить до более лучших времен. Ну, либо как минимум увеличить сроки, не, как вот говорилось там, полгода. Работает целый год над проектом «За русский язык». Передаю пожелания и благодарность за то, что поднимают вопрос. Он гораздо более широкий, чем просто вывески. Тут как-то мы решим и с бизнесом договоримся. Это действительно вопрос о сохранении русского языка. И я просто еще хотела попросить, может быть, в ближайшем будущем, к этому же вопросу присоединить вопрос о билбордах. Потому что там просто тихий ужас. Лайкать, дрейт, тестить. Нас призывают такие... Во весь город висят большущие билборды. Редактор субтитров А.Семкин